Уважаемые любители моих фотографических опытов! Я нахожусь в красивейшем месте, где березки, как вы видите, слегка влажные и рассеянный свет создают уникальный антураж осеннего леса. Здесь я придаюсь совершенно беззастенчиво абсолютному разврату. То есть занимаюсь форматной фотографией, и у меня в данном случае камера Хорсман 45, и с модификацией Вудман, так называемой, 4 на 5 дюймов. И я снимаю цветные слайды. Цвет, как вы видите, здесь фантастический. Сейчас я это записываю ролик с помощью лейки SL2S, которая очень точно хорошей матрицей передает вот те ощущения, которые я испытываю при съемке. Конечно, это райское наслаждение, потому что такой тонна передачи, таких невероятных оттенков серого, зеленого, умирающего леса, передачу очень сложно. Но им можно насладиться и попытаться запомнить с помощью серьезной камеры, которая очень чувствительна к внимательному уходу и к точной экспозиции. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые слушатели, я надеюсь, как ясно из начала ролика, сегодня речь идет о фотографии и о разных видах этого самого фотографического искусства. Заканчивается осень, уже холодно, и, в общем-то, хочется поддержать себя чайком или чем-нибудь еще поинтереснее. Но, тем не менее, сегодня речь идет о искусстве фотографии. Дело в том, что осень – это самое благодатное, наверное, время, потому что очень красиво. И долгое время передача вот этой тонкой красоты, с которого начался наш ролик, она была крайне затруднена. А в чем дело? Дело в том, что фотографические материалы, даже аналоговые и мои любимые пленочные камеры, ну, как, например, эта замечательная камера конца XIX века, которую я любовно восстановил, значит, здесь она теперь уже посажена на графлоковскую кассету, вот здесь все удовольствия. Я и снял, кстати, очень много портретов. С помощью даже таких камер 13 на 18 сантиметров блестящих, которые позволяли снимать очень хорошие форматные снимки, сделать было очень трудно. И вот по первым кадрам вы увидели, что там тончайшая цветопередача, которая, к сожалению, была совсем недавно недостижима никакими способами. То есть, если к этой камере, к формату 13 на 18 сантиметров, пристроить пачку фильтров, использовать светоанализатор, что я делал многократно, добиться необходимой тонны передачи, да, достичь этого можно. Примерно того же самого, что вы с достаточной легкостью достигаете вот такой современной камеры, как Leica 10R. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители, сейчас вам предоставляется фантастическая возможность, недоступная в совсем недавнем прошлом большинству высочайших профессионалов, которые безупречно владели фотографической техникой. Таких было очень немного и у нас, и за рубежом. Но, тем не менее, они могли получать вот эти фантастические снимки такой тонкой, скажем так, таких тонких ощущений и тонкой цветопередачи того, что происходит в природе, что без профессионального навыка это сделать невозможно. Сейчас достаточно выставить выдержку и диафрагму более-менее осмысленно. Ну, например, на камере Leica, или вот я ещё пользовался, сейчас увидите кадры, снятые Leica SL2S. Я просто и снимал и видео, и уже заодно и фото. У неё разрешение намного меньше, чем у этой камеры. Но, тем не менее, она очень качественно передаёт цвет. И осень – это самое тяжёлое испытание для фотографических камер. Потому что та тонна передачи, которая очень часто имитируется программно, особенно в японских камерах, достигается простым нажатием на клавиш у камер фирмы Leica. Конечно, к этому должен быть и соответствующий объектив. Раньше это достигали просто форматом камеры. Вот, например, на этой камере один из моих любимых объективов, который позволяет здорово снимать. Это всего лишь намо, навсего компонент 210 мм с начальной диафрагмой 5,6. Но я снял огромное количество портретов и ландшафтов. Ну, мои известные портреты, там, Гоблина, Пучкова, Доренко, ныне покойного, и многих других персонажей из нашего недалёкого, да и далёкого прошлого, они были сделаны этой камерой. Ну, а всё течёт, всё изменяется. Вы сейчас наслаждаетесь изображениями, сделанными как камерой 4 на 5 дюймов цветной, так и лейками самых разных фасонов, то есть и R, и SL2. Для того, чтобы вы поняли, что, в конце концов, современные цифровые технологии, я имею в виду матрицы и математика, плюс оптика, ну, например, здесь сейчас стоит объектив 35 мм с начальной отверстием диафрагмы 2, он асферик, и у него, по моей точки зрения, по-моему, нет ни одной не асферической линзы, но в результате это оптический шедевр. Вот сочетание 50-мегапиксельной матрицы с феноменальным объективом, который компенсирует все ошибки, которые так распространены в оптике, позволит вам просто передать свои ощущения. Собственно говоря, это и самое главное. Мне кажется, что инструменты, может быть, не самое главное. Главное – то, что вы ими делаете. Кстати говоря, по этой причине вот эта замечательная камера, очень хорошая, моя любимая, я проснимал 15 лет, любовно привел ее в порядок, латунь и красное дерево. Что может быть благороднее для мальчишских развлечений? Скоро окажется в магазине Кутузу Фото. Ее легко узнать, потому что на ней мой автограф. Я подписываю самой своей любимой камерой, чтобы кто-то их не оприходовал. Иногда, потому что приходится их оставлять. Вот ее можно будет там приобрести, если вдруг вам захочется получить феноменальную портретную камеру. Потому что это все-таки в основном для черно-белой съемки на пленку. А так, я могу сказать, уважаемые господа, наслаждайтесь тонкими цветовыми ощущениями. Жизнь мимолетна. И поэтому создать или оставить у себя в памяти то, чего нам так не хватает, довольно серой и скучной повседневной жизни, иногда хочется. Мне так же, как и вам. Поэтому я всячески советую попробовать свои силы фотографий. Ну, сейчас посмотрите несколько роликов. Ну, а в заключении я скажу, что я думаю по этому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доставить до такой же удовольствия и вашим потомкам Сделайте хоть что-нибудь своими руками такое, на что будет приятно смотреть через столетия И фотографическая техника дает такие возможности Это не просто Это не быстро Хотя кажется, достаточно щелкнуть камерой Нет, к сожалению, надо вглядываться и вдумываться Если у вас это получится то вы испытаете настоящее удовольствие Чего вам в эту осень хочется и пожелать На этом, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok